Сантехник тут по секрету сказал, что у нас размывает. Вон там по коленам, выше колен, вот так, вода. Подвалит, постоянно, постоянно. Жильцы единственного жилого дома в Южной промзоне чувствуют себя забытыми среди гаражей и предприятий. На их проблемы никто не обращает внимания. Под окнами не высыхают зловонные лужи. Пятиэтажка окружена канализационными колодцами, из которых постоянно бегут стоки. Идёшь, как бы в стандариях сессии идёшь, то ребёнку говорят, чтобы аккуратно шёл. Всё, все ноги, то есть в воде. Выйти, покататься ребёнку на велике негде тоже. Я боюсь за вот эти колодцы, честно. Потому что они уже проваливаются все. Не дай бог он залетит вот так вот мячик, пойдёт за мячиком и уйдёт туда. А я потом кого буду винить? А вода идёт из-под канализации. И дети там играются. Мы им говорим, не ходите туда, потому что там, это же гадость всё. А им что докажешь? Они играют в этой воню. Когда это всё будет сделано? Подвал дома затоплен. Воду откачивают, но она прибывает быстрее, чем работают насосы. А вот колодцы, со слов жильцов, не чистили уже несколько месяцев. Квартиры Ачинцев пропитались зловонием. Стены съедает грибок. Понять, что проблеме много лет, довольно легко и наглядно. Рядом с домом сточные воды образовали настоящее болото, которое обильно заросло густыми зарослями камышей. Постоянного потока воды не выдержал сначала один колодец, теперь начал проваливаться и второй. В мэрии о проблеме знают, но говорят, чтобы её решить, нужно убрать другие сети. Это осуществляется важный инвестиционный проект по переносу резервного электрокабеля из конденционного коллектора. Мероприятие должно завершиться в октябре-ноябре 2020 года. Как только это будет сделано, конденционный коллектор можно будет использовать по своему прямому назначению. Жильцам придётся надеяться, что чиновники не обманут. А пока остаётся только одно – вызывать спецмашину для откачки. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.